Я Анатолий Голышев, вызываю миксы Индрашеса на сгодесную дуэль. Я миксы Индрашес, визу принял. Хоккейная дуэль россиянина и латыша. Они умеют забрасывать красивые шайбы и быть в центре внимания. Голышев – лицо автомобилиста. Индрашес много лет был главной звездой рижского «Динамо», а сейчас забивает за другое «Динамо» – московское. Оба выступают за свои национальные сборные и приглашаются на матч звезд в КХЛ. Ну, наверное, тот, который я забил против «Локомотив». Это шесть лет назад. Карсу, по-сторону, оставляет Цибульский. Вот Цибульский спас за ворота. О, и Индрашес! Он это сделал! Микс Индрашес! Ну, в том году «Динамо» забил, потому что там по итогам сезона в десятку попал. Вот единственное, что могу вспомнить. Ой, так обыграли Китунинова. И какой момент! И какой прекрасный гол! Анатолия Голышева! Ну, бывает такое, конечно. Ну, не на публику там. Я могу там проехать, если увижу друзей, подмигнуть. Всегда играю с хорошим настроением. Вы знаете, спорт – это игра на публике. Я не против забивать любой гол. И если он красивый, тогда тоже. Ну, гол – гол. Гол – это гол. Так что я не думаю, что надо смотреть, как ты забиваешь. Но если получилось красивый забить, тогда это хорошо. Пытался бороться с этим. Парни, которые в высшей лиге были, они понимали мою ситуацию, старались все поддержать. Поддерживали меня и руководство команды. Так что нормально справился с этим. Вот такое, конечно, давление было на меня. Когда вернули меня, это тоже было не очень легко. Но потом на эмоциях где-то вытащил. Конечно, неприятно, но ту команду, где меня прислали, я там много лет отыграл, когда маленький был. Я мог чуть-чуть отдохнуть, это все тоже. И, как сказать, голову проверить. Да, проверить. Я думаю, что это мне много помогло. Потому что, если когда, примерно, тренер ругает, если ты все берешь на себе, и ты держишь, что, ну, что там, почему так, почему так, это не помогает тебе. Если ты быстрее все забиваешь, и снова идешь вперед, тогда полегче. В жизни может быть, но с появлением ребенка, я думаю, что стал более семейным, более ответственным. А на льду, я не знаю, спрашивать не меня. Анекдотическая история с собакой, которая сгрызла паспорт Анатолия, создала Голышеву своеобразную репутацию. Приехали с поездки. Машинально положил паспорт на тумбочку. У меня на тот момент жила собачка маленькая и кошка. Получается, кошка там, котенок. Она, видимо, столкнула с тумбочкой паспорт, а собака не растерялась. Доработаю на пятаке. Первые эмоции у меня были, когда я одевал майку в сборной. Это просто непередаваемо. У меня были мурашки по коже. И, в принципе, там через первую смену уже влились в игру. И все мысли о хоккее, об игре. Голышев бросает. Голышев очень острый действует в третьем периоде. И поправа, Голышев в воде! Я когда маленький был, я уже сам знал, что где угодно я буду играть. Я хочу играть в сборную. Там только мы, латыши, только наша, наша, наша. Какая-то такая латышская семья. И поэтому я с удовольствием играю в сборную. Да, ну, может, то, что я тут больше всех нахожусь на данный момент в команде, может, поэтому там так про меня думают. Да, я не чувствую. У нас отличный коллектив. Пришли новые ребята. Мы сразу же все познакомились. И у нас сейчас одна большая семья. Этим летом произошло то, что сильно отличает Интершеса от Голышева. После семи лет в Рижском Динамо Микс решился на переход в Динамо Московское, что делает грядущий сезон особенным для него. Если честно, я очень рад был играть за Динамо Ригу. И я просто хотел попробовать что-то новое. Попробовать смогу, если я, зацепиться где-то, бить легионером, зацепиться за команду, которая будет бороться за клуба «Гагарин». Так что я, это, как бы, моя сейчас новая цель. И я буду играть, буду стараться играть хорошо, чтобы болельщик полюбили меня здесь тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова